так что у нас тут его на днях дума утвердит а потом он станет президентом наверное это был первый и последний раз когда такой вот чистокровный американец из кремниевой долины захватил российский президент какая музыка для моих ушей а пути в политику говорят что в россии дорог нет их у нас заменяют направление чувствую что нет и прямых дорог в нашей жизни и хорошо тому кто смог сохранить свое направление думаю у меня получилось хотя для постороннего взгляда это постоянное направление может выглядеть таким замысловатым зигзагом я начал свою трудовую деятельность восемьдесят девятом году в 14 лет за год до того к нам школу привезли подарок персональный компьютер такое истинное чудо настоящий айбем писи и ксти именно и бьем с тремя полосатыми буквами на сером корпусе с черными провалами дисководов это заморская машинка заняла почетное место в президиуме на учительском столе недавно открывшимся компьютерном классе где стояла три ряда новинок электронной промышленности отечественного производства детских компьютеров бк 001001 как мы тогда шутили по их поводу персональные компьютеры коллективного использования наверное это был первый последний раз когда такой вот чистокровный американец из кремниевой долины захватил российский президиум надо сказать компьютерами я интересовался с детства впрочем как и всей техникой но именно вот айбем к определила мою судьбу немедленно был куплен полусамодельного но других просто тогда не было вида учебник по новейшему языку программирования basic я пропал с утра до вечера сидел в компьютерном классе используя все возможности чтобы попасть за тот самый вожделенный учительский стол ms dos 401 windows 203 f какая музыка для моих ушей для ума через год я мог уже делать работу системного администратора и собственно с исполнения этой работы и началась моя карьера это произошло в институте проблем безопасного развития атомной энергетики академии наук и брая и брая созданный вскоре после чернобыльской катастрофы стал одним из центров распространения москве новых компьютерных технологий через него же в бурную кооперативную эпоху возились самые передовые персональные компьютеры проблема была за малым на персоналках никто не умел работать все привыкли к большим и в м этим я и воспользовался создав с моим старшим товарищем по школе дмитрием березой обучающую спецгруппу взамен нам выбрали дали несколько постоянных рабочих мест и комнату это и был мой первый офис вскоре мы заработали стартовый капитал гигантскую для меня тогдашнего сумму в тысячу долларов и и нам заплатили за создание мультипликационной как бы сейчас сказали мультимедийный но тогда бы знали если мы это слово мы бы точно заплатили как минимум вдвое больше в общем мультимедийной презентации для итальянских партнеров моего отца деньги мы с дмитрием вложили в создание своей компании которая должна была заниматься программированием и компьютерами назвали скромно русс проще как раз в последние дни советского союза в декабре 91 года мы получили свидетельство о регистрации компании и стали только подумайте акционерами казалось мы стоим на пороге действительно нового мира мира неограниченных манящих возможностей моя бизнес карьера сложилась отлично в девяносто пятом году когда дима уехал в штаты учиться программированию тогда я уже продал свой бизнес и стал исполнительным директором российско-американского совместного предприятия international network connections а в девяносто шестом году ушел оттуда директором по развитию ведущую мировую компанию поставщика технологий для нефтяной отрасли шлюмберже это была крупнейшая в мире компания занимающаяся сервисом для нефти и газодобытчиков ведущий поставщик технологий для геологоразведки оценки пластов строительство скважин а также комплексного управления добычей углеводородов компания работала более чем 120 странах мира и насчитывала около 150 тысяч сотрудников 170 национальностей это наверное самый широкий в отрасли спектр продуктов и услуг в куртке шлюмберже я проехал всю россию в поисках новых технологий по управлению добывающими предприятиями а найденное мы уже распространяли по всему миру этого тогда не делал никто все считали что у нас в россии технологии вне военные отрасли тем более технологии управления быть просто не может а мы доказали нет это не так они есть в 24 года я стал вице-президентом по информационным и добывающим технологиям юкоса лидера российской нефтяной отрасли но 26 понял наверное это тупик к этому пониманию меня подтолкнул разговор с владельцем юкоса михаилом ходорковским дело было во вторник 10 августа 99 года я руководил рабочей группой программистов и дизайнеров перезапускавший начатый юкосом и фондом эффективной политики глеба павловского проект газета ру первая версия сделанная антоном носиком не понравилась ходорковскому и в июле он забрал сайту фэпа пригласил главным редактором влада бородулина из коммерсанта ну а нам технарям сказал все переделать и вот настал день когда я показал мбх новый дизайн шел третий час совещания так что у нас тут ходорковский нажал на кнопку бизнес открылся отдел деловых новостей не илья ну как вы не понимаете у вас же тут раздела сделках от цвет шрифта светло-синий нужно же темный темный солиднее увереннее смотрится я пометил у себя в блокноте нет ну конечно прогресс у вас есть но а почему вот тут шрифт какой-то слишком кругленький я записал чистые листочки в блокноте на глазах заканчивались да 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 это все очень очень важно как бы сделать так чтобы этот сайт на всех компьютерах по умолчанию грузился ну например мы купим рамблер тогда рамблер был самым популярным сайтом россии и сможем это сделать предложил ходорковскому я выкинем поиск оттуда поставим газету ру терпение на самом деле был уже на исходе а ходорковский иронии совершенно не понял он был готов менять российское лицо интернета самым радикальным образом отличная мысль съездите к ним поговорите хелл борис вы издеваетесь ваш час сейчас стоит больше чем весь этот рамблер я кстати не сильно преувеличил мбх потом заставил нас все-таки провести переговоры с основателем рамблера дмитрием крюковым и мы тогда уговорили его продать проект за 90 тысяч долларов но ходорковский решил что это слишком дорого по моему зря вы сейчас тратите свое время на ерунду газета ru это же просто сайт если нужно мы всегда доделаем и переделаем любой момент я правда не понимал на что он бы х так прицепился к этому чертову дизайну илья вы не понимаете терпеливый даже чуть снисходительно стал объяснять ходорковский вы вот о вчерашнем назначении слыхали речь шла о каком-то путине кандидатуру которого в понедельник ельцин внес на кандидатуру премьер-министра предыдущий степашин продержался три месяца не так сел помните какая разница кого уходящий дедушка куда назначен до выборов президента оставалось меньше года но и следующем я был уверен точно будет кто-то другой либо примаков либо лужков а третьего то вообще было не дано так вот продолжил мбх его на днях дума утвердит а потом он станет президентом а потом газета ru останется единственным свободным сми в нашей стране это как такая политологическая теория звучала предельно абсурдно увидите увидите а пока сделайте мне газету ru идеальным сайтом в общем мы вернулись к работе путин действительно стал уже в том году президентом 2001 он разогнал лучший на то время российский телеканал нтв и так невзначай убил мой тогдашний проект по созданию в россии системы интерактивного телевидения нового поколения это был уже третий раз когда политика вмешивалась мою профессиональную деятельность заставляя резко менять жизненные планы я вспомнил слова ходорковского и решил что сам должен стать политиком что больше никогда не пришлось подчиняться чужой недоброй воле я ушел из юкоса и как потом оказалось только благодаря этому остался на свободе всех моих товарищей арестовали уже через год а для меня началась совсем другая жизнь став политиком 2002 году я пошел в кпрф этот выбор для меня был совершенно очевиден во-первых тогда это была единственная какая-никакая но оппозиция во-вторых я видел и мог решить ее главные проблемы отсутствие профессиональных кадров и денег и дикий олигархический капитализм который явно губил россию и левый поворот но был просто необходим 2003 я даже принял участие в написании исторического доклада государство и олигархия который по иронии судьбы путин использовал как публичное оправдание начала дела самого юкоса затевался же он для начала кампании против олигархии как явление они для замены одних жуликов и воров там без погон на других с погонами из питерской пропиской увы не все у нас получилось как хотели меня многие спрашивают а как же ты левой сочетаешь занятия бизнесом работу в юкосе и свои взгляды наверное левизна это только поза такая а на самом деле тебе все равно и ты делаешь карьеру там где получается на самом деле все очень просто я действительно левых взглядов просто быть слева в моем понимании это означает быть свободным и жить по справедливости за счет своего они чужого труда весной 85 года мне было 9 лет я был тогда тихим интеллигентным мальчиком не дрался девочек за косички не дергал учился на пятерке ну в общем все такое только что стал пионером и гордо носил аккуратно выглаженный галстук правый конец короче левой длиннее ну все как положено по уставу ну ботаником был все изменилось в одночасье одним прекрасным днем в коридоре моей школы меня поймал за пуговицу какой-то вихрастый парень старшеклассник так ты пионер да да вижу вижу что пионер значит выполнишь пионерское поручение я да отказываться нельзя поспешил сказать парень это будет не по коммунистически тем более все уже отказались несколько нелогично добавил он вроде как антикоммунистического заговора у нас школе пока не наблюдалось так ты пионер поэтому будешь нашим школьным гарнистом кем гарнистом я дмитрий береза представился он член совета дружины школы мне поручено найти нам гарниста им будешь ты не давай мне ставить слово уверенно чеканил парень завтра 18.00 тебе надо быть в районном доме пионеров на улице строителей и там тебя всему научат вопросы есть есть вот и хорошо тогда сможешь их завтра 18.00 задать на месте инструктору ну давай протянула мне на прощание руку ты же с 3 да я тебя найду так мы познакомились с моим первым настоящим другом и самым близким будущим деловым партнером несмотря на мои опасения в доме пионеров не очень понравилось тем более что я перепутал этажи вместо занятий по горну попал на заседание районного пионерского штаба октябрьский рпш в москве был структурой созданной и вдохновляемый настоящим энтузиастом своего дела мариной борисовной елшиной он не был как по многих других местах рассадником такого фальшивого комсомольского формализма для меня он стал действительно второй семьей причем очень успешно конкурирующий с первой все мои организационные и политические навыки и даже опыт ведения конкурентной избирательной кампании я получил именно там мы организовывали в школах района сбор макулатуры и металлолома направляли волонтеров детские сады и ясли читали ленина издавали газету ходили в походы пели в бисбор и высоцкого учились даже танцевать бальные танцы много лет спустя я узнал что был частью такого эксперимента по выращиванию в молодежной среде новые элиты призванные обновить кпсс увы союз распался раньше чем мы выросли но главные уроки быть лидером не только руководить но и показывать личный пример постоянно учиться и не быть догматиком остались со мной навсегда благодаря тому еще школьному опыту мир для меня навсегда был разделен на две части на тех кто работает во имя результата я уважаю любой результат если он достигнут своим трудом и тех кто только изображает кипучую деятельность и трескотней своих фраз прикрывает пустоту или еще хуже желание украсть то что сделали другие последние годы к сожалению были времени вот именно таких жуликов но она заканчивается приходит наш черед приходит черед тех кто умеет и хочет работать тех кто понял свое право на будущее надо отстоять отстоять трудом и действием в том числе протестным гарнистом правда я тогда так и не стал это все время